Все мы хотим мира, а для этого надо побыстрее добиться победы. Поэтому, как я и обещал, мы предоставляем слово абсолютно всем волонтерским организациям, которые действуют в Хабаровске, Хабаровском крае, которым нужна помощь. Сегодня представляем одну волонтерскую группу под названием «Мы едины». Для начала покажем ролик, который можно увидеть у них в Телеграм-канале. Привет! 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 Привет передает всем Балакова! Всем привет! Бареел, привет! Варвар, привет! Комчатка, привет! А я Подмосковье и Владивосток одновременно. Чемерный флот, Боря, Николай, 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 Николай. Вся Россия собралась. Я здесь киром, Кирилл, Кирилл. Коми, кирилл. Кто сказал, что ополчение следит? Морозголопность, город Кирилл. А теперь представляю куратора волонтерской группы «Мы Единую» Ирину Трифонову. Здравствуйте! Здравствуйте! А как образовалась эта группа «Мы Едины»? Как я понял, это часть общероссийского проекта, да? Нет, это самостоятельная организация. Она не входит ни в какие группы, то есть она ведет самостоятельную работу. А в саму организацию кто входит? Эти люди, кто озадачены как раз в помощи нашим ребятам на фронте? Вы знаете, в нашей организации это обычные люди, патриоты своей страны. Возрастная категория от 6 лет и до 85. Самый возрастной наш патриот – это такой престарелый. А вы сами как-то попали. Ну, я тоже не стояла в стороне, когда в стране началось СВО и, соответственно, листала разного рода каналы, чтобы найти именно ту свою нишу, в которой бы я была востребована. Ну и так познакомились со Светланой Васильевной, и с ней уже в более тесном контакте решили организовать сеть пунктов, которые занимаются плетением сетей маскировочных. Светлана Васильевна – это руководитель организации. Она у нас в студии уже была. Кроме вас, сколько человек в ней? Наша организация насчитывает более тысячи человек, потому что здесь разного рода занятия. Это и логистика, это и доставка, упаковка, плетение сетей, изготовление свечей, нарезка сети основ, логистика, еще раз повторюсь, погрузка. Это очень большая цепочка тех, кто занимается определенными. Дети, школьники, студенты, они у нас тоже имеют значительный весомый вклад, вносят. Ну, то есть, насколько я понимаю, основная такая работа – это как раз плетение маскировочных сетей. А сколько удалось уже сделать, если не секрет? Так, на вчерашний день у нас было 545 сетей. Ничего себе, это колоссальная цифра. А вообще, что требуется еще ребятам? Как вообще можно помочь? То есть, понятное дело, что сети – это очень важно, но, может быть, что-то еще необходимо. А как вообще можно помочь? Помогать можно любым способом. У нас есть определенного рода заявки, которые мы получаем от военных, они у нас проверены. Мы проверяем каждую заявку на предмет, действительно она или не действительно. Проверка идет через Южный округ или Восточный округ. Когда, значит, заявка подтверждена, мы ее отрабатываем. Если в наших финансовых возможностях приобрести что-то сразу, мы приобретаем. Ну, то есть, малым составом, народными средствами мы это приобретаем. Но у нас есть и заявки на канцелярию. Это же мелкие, как бы такие. То есть, мы можем сами пойти людьми, приобрести и принести. В основном идут крупные заявки, такие, как вот сейчас у нас поступила заявка на 247 тысяч. Это приобретение запасных частей для боевых машин, чтобы поставить их в строй. Такие заявки, конечно, нашей организации не подсильны. Поэтому мы обращаемся всегда к бизнесу, мы обращаемся к предпринимателям, мы обращаемся в администрации. Мы выходим на телевидение для того, чтобы нам помогли или рекламой, или финансами обработать эти заявки и помочь нашим парням. Я забыл сказать, вот напрямую собирать деньги, к примеру, мы в эфире не имеем права. Но вы видите QR-код, телеграм-канал, а мы едины. Вот если вы зайдете туда, вы видите все формы поддержки, которые на самом деле помочь может абсолютно каждый. Это не обязательно деньги, хотя, наверное, деньги проще всего, да? Ну, и деньги проще всего, и руки. Нам очень нужны руки. Особенно вот сейчас большая-большая заявка идет у нас на маскировочные сети. В связи с переходом в другой сезон. Ну да, скоро уже зима. Да, 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 заявки уже есть. Кроме того, идет же наступление, соответственно, наши занимают новые позиции. А это новые маскировочные сети. Наверное, новая древесина нужна для обостройства. Доски, строительные материалы, бензопилы, степлеры, пленка полиэтиленовая, шурупы. То есть строительные материалы, которые используются для строительства опорных устройств, они нам как бы постоянно нужны. Ну, то есть вы сами понимаете, что такое война. Это артобстрелы, это переходы из одной линии в другую. То есть заново и заново и заново расходник, расходник, как и сети основы. То есть у нас плетутся не только сети основы, у нас плетутся и маскировочные нашлемники. Их тоже мы уже изготовили больше ста штук. Нашлемники, это когда вы видите вот репортажи с фронта, там вот у солдата, к примеру, шлемы покрытые. Да, 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 это и есть нашлемник маскировочный, именно он. А как вы с ними связываетесь? У вас какие-то постоянные контакты? Ну вот смотрите, в нашей жизни всегда присутствует сарафанное радио. То есть у нас есть даже в наших рядах родные, мамы, сестры тех военных, которые находятся там. Ну а дальше уже это все друг от друга передали, с нами связались. Мы отработали заявку, узнали, действительно ли это востребованная деталь, та или иная, которую из оптики, например, у нас запрашивают. И работаем. Знаете, этот вопрос может быть неудобный, тем не менее, вот ваш случай как раз показательный. То, что здесь действительно деньги идут и помощь идет именно непосредственно на фронт. Потому что сейчас большое количество мошенников, которые могут заниматься сбором денег, всего прочего, каких-то ресурсов. А на самом деле, по факту, это до ребят может не дойти. Вот здесь, что касается вас, как это все передается на фронт? Потому что я понимаю, что у нас разделяют тысячи и тысячи километров. Это не все так просто. Вот вы сказали, что одна из основных сложностей как раз-таки логистика. Ну вот смотрите, в связи с тем, что все-таки мы честная организация, у нас фонд «Мы едины». Есть официальный счет, на который переводятся средства пожертвования. И приобретается то или иное оборудование по заявке тоже по счету. Далее у нас идет акт приемки на воинскую часть, которая под подпись ответственного лица, завизированной печатью, принимает у нас документально все подтвержденно это оборудование. Вы знаете, еще ведь очень часто бойцам на фронте нужны даже не сколько маскировочные сетки, а просто какие-то письма. Они же очень ценят детские письма с как раз мирных городов наших. Вот здесь идет ли такой сбор? Потому что это же тоже поддержка как раз наших ребят. У нас в каждую сеть влаживаются письма детские. И я вам скажу, не только детские. У нас пишут и взрослые люди. Пишут письма, сеточку нашей мастерицы и кружевницы, так я их называю, они ее разлаживают, окропляют святой водой, читают молитву. И только потом мы ее упаковываем и отправляем. То есть письма – это у нас составляющая неотъемлемая от нашей отправки. Как я представляю, отправить на фронт – это даже сложнее, чем накопить и собрать, да? Потому что, ну, понятно, отправить на фронт. Как вы туда добираетесь? У нас есть борта, которые берут наш груз. То есть у нас есть определенного рода договоренность. У нас есть люди, которые встречают эти борта, которые доставляют гум-комвоем. Вот Светлана Васильевна, кстати, в июне месяце была сама лично за ленточкой и доставляла лично в руки бойцам оптику, которую она приобрела в Москве на собранные деньги и наши маскировочные сети. Когда отправляем эшелонами, когда сами лично бойцы, приезжающие в отпуск, забирают то, что им необходимо. Вам требуются еще волонтеры? Конечно. Требуются рабочие руки? Конечно, да. Если кто-то увидел как раз наш разговор и хочет присоединиться к вашей команде, как это сделать? Ну, если есть у людей мессенджеры, то это телеграм-канал, это ватсап. Там все абсолютно наши номера подгружены. Личный номер мой, личный номер Светланы Васильевны и администраторов группы. То есть можно связаться в любом варианте. Телер-код вы видите прямо сейчас. В принципе, там есть вся информация. Возможно, вы сможете помочь нашим ребятам, которые сейчас сражаются на передовой. Ирина Загитовна, огромное спасибо, что пришли, а самое главное за то, что вы этим занимаетесь. У нас в гостях была Ирина Трифонова, куратор волонтерской группы «Мы едины».